Привет, дорогие мои друзья! В этом видео хочу поделиться с вами опытом использования трехосевого стабилизатора. Давно пора было обозреть такое устройство, но не заказывал, потому что цена на них была просто космос. Но время идет, конкуренция делает свое дело, и вот уже появляются более доступные модели. Как раз о такой модели сегодня и поговорим. В данном случае стабилизатор для смартфона. Но бывают они не обязательно для смартфона, для экшн-камер, для зеркальных фотокамер и других видеофиксирующих устройств. Поставляется стабилизатор в удобном и изнутри мягком футляре. В таком футляре можно брать его с собой и не бояться, что с ним что-либо произойдет. Хотя и без футляра он довольно прочный. То есть состоит он из рукоятки и трехшаговых двигателей для фиксации каждой оси. Внутри находятся два аккумулятора типоразмера 18650. Емкости этих аккумуляторов хватает на 12 часов работы стабилизатора. Также стабилизатор можно использовать как обычный пауэрбанк. В задней части имеется USB разъем для зарядки смартфона. Qualcomm'овский Quick Charge поддерживается этим разъемом. Из органов управления джойстик для перемещения осей, кнопка Mode для переключения режимов, их здесь три, кнопка включения-выключения и стик для того, чтобы приближать либо отдалять картинку. Удерживая кнопку включения, стабилизатор включается и смартфон встает в вертикальное положение. Но не будем мучить стабилизатор, выключаем питание и вот видите, правый бок его перевешивает. То есть перед включением нужно зажать смартфон и отбалансировать стабилизатор. Крепление здесь очень тугое, если вы зажмете смартфон, гарантия, что случайно он у вас не выпадет. Теперь, как видите, стало тяжелее левая сторона. Это необходимо исправить при помощи регулировочного винта. Можно, конечно, и в таком состоянии его включить, смартфон отбалансируется и будет работать, но это скажется на времени работы от аккумулятора, а также шаговые двигатели при этом будут нагреваться. Поэтому выставляем центр тяжести и делаем так, чтобы левая и правая часть стабилизатора были примерно одинаковые по весу. Такую регулировку необходимо произвести всего лишь один раз. Затягиваем регулировочный винт и включаем стабилизатор удержанием кнопки включения. Все, смартфон у нас с вами встает в фиксированное положение и как бы мы с вами не шевелили рукой, он в этом положении будет находиться. Сейчас как раз таки я вам это демонстрирую. Благодаря этому, если вы записываете видео, картинка будет очень стабильная. Смотрите, я вот поворачиваю как бы рукой влево-вправо и смартфон очень плавно меняет свое положение. Такое позиционирование позволяет избежать случайных рывков кадра. Так работает первый режим стабилизатора. Второй режим выбирается однократным нажатием кнопочки мод. То есть нажимаем на нее и смотрите, теперь у нас в каком положении смартфон был зафиксирован, то есть куда он смотрел, туда он и будет у нас смотреть. То есть я могу как бы обойти смартфон, а он все равно будет смотреть в зафиксированное положение. Где бы я ни находился, он будет смотреть на объект, на котором мы нажали кнопочку мод. Это очень удобно, к примеру, вы что-то снимаете, нажимаете кнопочку мод один раз, обходите смартфон и попадаете тем самым в кадр. При этом картинка не дергается и все стабильно. Повторным нажатием кнопки мод включается обратно первый режим. То есть кратковременными нажатиями мы можем выбирать между двумя режимами. Ну а если нам необходимо изменить угол съемки, сделать это можно при помощи джойстика. Причем чем сильнее мы нажимаем на джойстик, тем быстрее происходит перемещение смартфона. Третий режим активируется двойным нажатием мод. Смартфон как бы падает вниз и начинает снимать то, что происходит внизу. Зафиксировав вручную смартфон вертикальное положение и включив стаб, он в таком же положении и остается. Это удобно, например, для вертикальной съемки. Ну а теперь давайте посмотрим на картинку с камерой смартфона OnePlus 5. Сейчас я держу его в правой руке и просто двигаюсь вперед. Я его специально не дергаю, вот действительно такая картинка у нас записывается при движении. Дело в том, что в любом смартфоне, да и не только в смартфоне, даже в обычной видеокамере, слишком мало места для того, чтобы стабилизировать матрицу камеры. Поэтому снять какие-то хорошие кадры получается разве что с использованием штатива. В движении это сделать очень проблематично. Ну а вот так выглядит картинка с использованием стабилизатора. Продолжение следует... Ну а вот это здание, самое высокое в мире, его высота 828 метров, называется Бурдж Халифа, находится в Дубае. Количество этажей здания 163. Но на самый верх мы с вами не попадем, так как стоить это будет как весь этот трехосевой стабилизатор. Мы поднимемся чуть ниже, а именно на 124 этаж. Лифтовой холл здания впечатляет. Не менее впечатляет и сама поездка в лифте. Сейчас вы сами все увидите. Лифтовой холл. Музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В которых имеются отверстия, как раз таки достаточные для того, чтобы просунуть руку с трехосевым стабилизатором У меня слов не хватит, чтобы передать все эмоции, все те чувства, которые ты испытываешь, стоя на 124 этаже и любуясь Дубаем Вот вы представляете, раньше этого ничего не было Ни зданий, ни дорог, была пустыня, верблюды и побережье Персидского залива А сейчас это один из самых развитых городов мира Видите, вот эти два строящихся небоскреба, они соединены будут между собой бассейном То есть бассейн на уровне примерно 50 этажа Блин, вообще очень круто А вот это видок уже через стекло, но немножко с другой стороны Здесь находятся самые большие в мире поющие фонтаны Путешествуя по многим странам мира, неоднократно встречал туристов, которые используют стабилизаторы Да, их становится все больше и больше, потому что стабилизатор это действительно классная вещь Вот как в начале видео вам показывал, включаем второй режим стабилизатора Обходим его вот так вот А стабилизатор смотрит туда, где мы активировали режим То есть мы можем снимать себя на фоне, к примеру, какого-нибудь здания, сооружения И при этом картинка будет оставаться очень плавной Вот так вот, друзья мои Дубай, город красивых тачек, богатых шейхов, высоких зданий А все почему? Потому что здесь есть нефть и нет коррупции Это классное место Кто не был, обязательно здесь побывайте Ну, а я надеюсь, я ездил сюда не зря И это видео вам понравилось Если это так, то обязательно поднимайте пальцы вверх С вами был Александр Желаю вам добра, удачи, позитива, хорошего настроения Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова